Доброго времени суток, меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh и сегодня я вам расскажу как работает SLA и как ее настраивать в Zendesk. Для того чтобы настроить нам нужно перейти в центр администрирования, для этого мы вверху справа должны выбрать четыре кубика и выбрать центр администрирования. Далее мы можем воспользоваться поиском, для этого мы можем прописать SLA и в поиске найти наши правила. Сами же SLA политик может быть несколько, то есть опять же вы можете настроить одну глобальную конкретно какого-то клиента, как допустим здесь в примере. Чтобы добавить личку нажимаем на кнопку добавить, задаем ей какое-то название и можем ввести описание. Хоть это не обязательно, но рекомендую использовать это описание для того чтобы в дальнейшем этим было удобно управлять. В целом вы можете использовать ссылку на файл, допустим на какую-то документацию о том, что вы действительно заключили контракт какой-то с компанией по предоставлению услуг в какое-то определенное время. Сам же SLA строится на основе условий. Опять же условий бывает двух типов. Условия, которые должны выполняться абсолютно все или же если есть одно из условий. Если же мы хотим создать общую групповую политику, то есть, к примеру, у нас есть наша группа для поддержки и мы хотим сделать так, чтобы тикет решался в течении 24 часов, как он поступил в систему. Для этого нам нужно задать условия. Мы можем выбрать, к примеру, группа равно и выбираем нашу группу, к примеру, доклада, которая отвечает за поддержку клиентов. Далее мы можем добавить дополнительные условия для того, чтобы политика применялась точечно. Рекомендую использовать в правилах точечное создание, то есть, чтобы в случае чего политика не применялась на другие агрименты, к примеру, если же у вас есть общее, есть определенное с клиентом. Вы должны точно рассчитать, что вот такая-то группа отвечает за определенный саппорт, да, и в нем должна быть форма такая, что она должна быть общей. Если же у вас есть SLA с клиентом, то лучше для этого клиента использовать отдельный канал коммуникации, да, или же отдельную группу, или же отдельную форму. Можно, в принципе, все замиксовать или же все отдельно сделать. То есть, группа может быть одна, но форма может быть другая, примерно. И при исполнении тех или иных условий у нас будут применяться наши политики. Собственно говоря, вот политики, которые доступны. Как видите, в зависимости от приоритета, то есть для того, чтобы также работала SLA, нам помимо вот этих всех правил, нам нужно задать приоритет. То есть приоритет это определенное стандартное поле, оно должно быть заполнено всегда. То есть вы можете создать триггер, к примеру, который говорит о том, что как только тикет создается, приоритет у него всегда нормальный, да, или же низкий. Все зависит от конкретной ситуации. Мы по умолчанию используем нормальный. Если же в тикете есть приоритет и соответствует условиям, то данная политика будет применяться. Какие политики бывают? Время первого отклика. При наводе на каждую из показателей вы можете увидеть комментарии, которые относятся. То есть, к примеру, время первого отклика – это время в минутах между первым комментарием клиента и первым открытым комментарием агента. Открытый комментарий – это комментарий, который отображается клиенту. Как вы знаете, в Zendesk есть два типа комментариев – приватный и открытый. Приватный – это тот комментарий, который будет доступен только внутри Zendesk. Если мы работаем с двумя группами, то есть агент не один на тикете, а также советуется со своими коллегами, он может оставить минутное примечание в тикете, где может пингнуть того или иного сотрудника. И таким образом этот сотрудник может увидеть этот пинг и, собственно говоря, ответить в тикете. Если мы оставляем приватный комментарий, то наш SLA не будет работать, соответственно, показатель не будет повладняться. Самое примечательное то, что абсолютно все политики работают с публичными, то есть открытыми комментариями. Это значит то, что для того, чтобы та или иная политика запустилась или завершилась, нам нужно предоставлять открытый комментарий. Тот комментарий, который виден нашему конечному пользователю, клиенту. Время ожидания агентов, рабочее время агентов. Также вы можете обратить внимание, что в зависимости от целевого показателя эта политика применяется в разных статусах. То есть, как видите, здесь время ожидания инициатора. Совокупное время потрачено в статусах новый, открытый и на удержании. То есть, если же мы применяем статус в ожидании, то наша политика не считается. Соответственно, если мы задали 24 часа и через два часа агента ответил нашему клиенту, то политика приостанавливается. В следующий раз она запустится, как только клиент даст какой-то фидбэк. То есть, автоматически, как только клиент что-то пишет в тикет, тикет перекрывается всегда на статус открытый. Если же это был второй комментарий от клиента. Как видите, здесь у нас только новый или открытый. Здесь у нас абсолютно неважно какой статус. Периодическое обновление. Обновление с приостановкой. И часы работы. То есть, здесь вы можете задать, какие опять же часы будут. Это же или календарные часы или же рабочие. Для того, чтобы использовать рабочие часы, вам нужно изначально создать рабочее расписание вашей группы. Как оно будет работать. Как, собственно говоря, будут работать при рабочих часах. Политика не приостанавливается, просто добавляется время. Условно говоря, наша поддержка работает с 9 до 6. И у нас есть 24 часа на ответ. Соответственно, если тикет поступил под вечер, условно говоря, то сама метрика добавляет время до начала ее отсчета. То есть, к примеру, там 24 часа. Нам нужно подождать с 9 до 9, допустим, 12 часов. Таким образом, мы добавляем все это в политику. Для каждого из показателей мы можем задать какое-то время. Опять же, это часы или минуты. Соответственно, если время первого отклика в нормальном нас устраивает дать ответ в течение часа, при срочном 30 минут, а при экстренном, в самом максимальном, это 15 минут. Опять же, для разных статусов не обязательно это все настраивать. Также в одной политике может работать несколько показателей. То есть, мы можем настроить, например, время первого отклика и можем в целом выставить, сколько нужно на решение того или иного типа. Ну, допустим, здесь у нас будет 12 часов, здесь 24, здесь 48, а здесь 72. Все зависит от приоритета. То есть, какой приоритет выбран, такой и временной интервал выбирается. Как отображать, собственно говоря, саму SLA? Для этого нам нужно перейти в наши виды и обязательно в самом виде нам нужно отобразить следующий параметр, который называется следующее нарушение SLA. Всего-таки два параметра. Один говорит о том, что сколько осталось до того момента, пока SLA нарушится. И второй параметр говорит о том, что сколько прошло времени от момента нарушения политики. То есть, когда агент просрочил ответ. По умолчанию всегда используется следующее нарушение SLA. Здесь мы будем видеть, сколько времени осталось нам до открытия. Когда политика приостановлена, мы видим вот такой вот значок, вы можете на него навести. Мы видим, что SLA приостановлено. Здесь вы можете увидеть, сколько времени осталось. Если мы, допустим, поменяем статус на открытый, мы видим, что тикет нужно выполнить в течение пяти дней и видим примерную дату, когда будет нарушение. Также это обновится и здесь. И мы увидим, до какого момента это нужно выполнить. В целом, это были настройки SLA. Всем спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.